История 4-й особной специальной милицейской бригады пошелась Амаль с того года тому. У склад 1-й конвойной команды, сформированной из лику доброохотников, у выходили у сягу около 20 человек. Сегодня особовый склад воинской части наличивает не одну сотню военнослужащих не только у Барановичах, а и у Бресте, Вуковыску, Гродни и Вацевичах. Люди, которые служат во внутренних войсках, это без сомнения лучше, потому что начиная со срочной службы мы осуществляем серьезный кадровый отбор. Физический, психологический. В последующем, те умения и навыки, которые они получают, совершенствуются, захаляется дух, воля граждан. И военнослужащие с успехом, честью выполняют поставленные задачи. Одна за основных и наибольскладанных задач военнослужащих бригады – конвоирование осудженных и особь, якие знаходятся под вартой. Справа небеспешная, тому перед кожаным каравулом обовязковый подробязный инструктаж и практичные занятки. Данный вид службы сопряжен с определенным риском в связи с спецификой контингента, который наш личный состав перевозит. Это осужденные, а также лица, содержащиеся под стражей, по которым идут еще какие-либо следственные мероприятия, либо судебные разбирательства. Служебные командировки связаны с выполнением задач в отрыве от пункта постоянной дислокации. Выезжает наш личный состав по всей Беларуси командировки на несколько суток, и служба несется круглосуточно. Поэтому сопряжена мало того, что с риском, но и с высокой физической нагрузкой. Военнослужащие этого излучения обеспечивают неразорвавшиеся снарады. Выявляются выбуховые небоспешные прелады и наркотичные речевы, саденишуюся хове громадского аппарата. Уделеншуюся у патрулевания в улице солдаты терминовой службы. Илья Берх за 10 месяцев дослужился до командира отделения одного из патрульных узводов. Мне нравится вообще служба сама внутренних войска тем, что мы постоянно выходим в город, постоянное общение с людьми, узнавание новых законов, выучка в физической подготовке, владевание приемом рукопашного боя, совершенство. Урожистость из нагоды дня внутренних войск проходит по всей Украине. Левшие военнослужащие отрывливают медали и грамоты. Это святотых, кто каждый день працуя на туя, как Украина могла спать спокойно.